Все эти сборы, неизвестно куда идут, прошло полтора года, мы видим результатов никаких, даже ухудшений видим дорог, потому что, ну, если я бы приводить пример, это будет уже не краткий, да, ну, четвертку возьмем, например, эта хваленая четвертка должна была построена быть в Олимпиаде, ее не закончили, закончили только платные участки, и достраивается платный участок Краснодарского управления. Ну, остальная дорога просто убита наша, Краснодарская область убита, там ехать невозможно понять. Министерство и автодор заявили, что собрано 20 миллиардов, а на самом деле, давайте считать, у нас, если автомобильный парк составляет 800 тысяч, где остальные деньги, легко подсчитать, рубль 50 за километр, каждый автомобиль из нас проезжает 100 тысяч, вот, легко подсчитать, что мы должны заплатить платону 150 миллиардов, это в среднем. Если не считать иностранных автомобилей, транзитов, получается у нас разница 130 миллиардов, куда делись остальные 130 миллиардов, либо нас обманывают, что 700 тысяч автомобилей зарегистрированы в платону, либо деньги у страны. РЖД наш собирается сложить в Словакии и в Словении миллиардов, может, я не проснулся туда, может, миллион или 10 миллионов, ладно, для них это нормально, миллиардов, мы их не железные дороги, они мне нужны. За спиной 20 тонн, и семья дома ждет. Ты живешь впереди, но все это не все. Ты задолжал за труды свои тяжкие, и не надейся на власти поблажки. Легкие деньги и черный нам скажут на женце большой капитал. Пятой колонной ты станешь притом, ну а пока не будь дураком. Агентам дождя подзовет тебя власть, чтобы напугать и трои деньги украсть. А то один на диване лежит, другой, блин. Сейчас, этот не поехал, этот не поехал, тот не поехал, а я, сука, поеду за большие деньги, потому что мне предложат. Он потерял, я работу потерял, мне коллега выгнал с работы, он подошел к работодателю, говорит, он козел бастулит, я поеду, я хороший, мне детей кормить. В Липецке первая акция по всей России, на нас смотрят все регионы, я вам честно говорю. Вот раз помнишь, вы бастовали, нормально получилось. Что-то уж что-то услышали. И во все времена у нас в Липецке вообще все хорошо. Сегодня мы остановились, майор остановился, все встали как один, понимаешь. И они охренели просто. Анатолий Львович одно слово сказал, я еще вышел и сказал, он просто мое охренел. Это дружба, потому что там встали, кольцо закрыли, ну что ты делаешь, что кольцо закрыли? Ребята объехали, встали впереди. Понимаешь, вот это вот показатель. Когда в стране экономики нет, производцы не вкладываются деньги, не развиваются, смотрят на того, кто зарабатывает и с кого еще можно что-нибудь отжать. Это неправильно, просто неправильно. Перспективы тут нет никакой абсолютно. Но слово за вами, ваше семья, кстати, на самом деле. Потому что по одному, вот Татьяна хорошую сказку рассказала, мы ее все с вами знаем из детства. По одному, конечно, сражаться очень тяжело.